В общем, находимся мы в городе Балтимор. Идет дождь, совершенно нереальная атмосфера. Мы находимся на фестивале Black Metal, Death Metal, Rock и так далее. Конечно, было бы непростительно уехать отсюда и не показать столицу Black Death Metal Соединенных Штатов. Это Балтимор. И как вы видите, это не первый день, это практически завершающий день. И посмотреть, как все это выглядит. Столько людей и так далее. Здесь вчера выступали группы... Какие, Вань? Paradise Lost, Summerl, November Doom. Да, Paradise Lost, November Doom. Кстати, все хорошие группы. И Paradise Lost, November Doom и Самоэль. Все, кто разбирается в этой музыке, вы понимаете меня. Но вчера мы не попали, потому что мы узнали об этом уже поздно. Билет стоил 250 долларов. Сегодня, как бы, выступают уже не такие известные группы. Билет вот сюда стоит 50 баксов. Ну, вот мы за человеком, естественно. То есть, вот такие сцены. В принципе, вот люди спрятались под мостом. Здесь находятся. Атмосфера просто офигенная, еще учитывая то, что идет дождь. Подготовка к выступлениям. И все-таки вот я делаю замечание, что black, death metal, это все-таки музыка белых. Все вокруг белые. Да, да. Потому что вот если посмотреть, никаких тут китайцев нет, черных нет, латиносов нет. Все стоят белые мужики. Ну, такой срез прям для вас. Вот они выстроились. Умирающий некий такой вид. Все эти бороды и так далее. А там тоже вторая сцена. Там еще есть вторая сцена. Еще, что я заметил, никаких полицейских, как бы, кучами, их здесь нет. То есть, как таковых, чтобы, как вот у нас на фестивалях, там такое ощущение, что ты в какой-то колонии находишься. Вот вторая сцена, только что здесь было выступление. То есть, здесь есть какая-то своя охрана, я видел, и интересно так, те, кто там прыгает, там, их просто спокойненько достают из толпы и вытаскивают. И снова запускают в толпу. Они снова там забираются, куда-то лезут, их опять вытаскивают. Осторожненько, аккуратненько и назад запускают. Вот, как бы, вот такая вещь. Все очень-очень интересно. Я снимаю с рук, поэтому будет такая трясучка. Но, опять же, если бы я снимал со стабилизатора, он бы уже давно замкнул, наверное, потому что идет дождь. Вы его не видите, но поверьте мне, что это так. Я весь мокрый, все ботинки мокрые, все мокрое. Здесь продают атрибутику. Дядьки в основе своем здесь такие плотные, немаленькие. Вот эта группа Сатан мне понравится. Я думаю, это играет их запись. Это более мелодичная музыка, я такую ссылку, потому что я не ссылку чистить этот. Но это как этот. Кто у нас там поет на верхах? Группа... Стратовариус. Да, Стратовариус. На фальцете. Стратовариус, менее тяжелая музыка, чем здесь. Ждем выступления. Уже они практически готовы. Но, к сожалению, из-за политики дурацкой Ютуба мы, наверное, не сможем вам показать вот это вот все, как это происходит. Есть определенные слои какие-то. А вообще, конечно, в чем коренное отличие с российской действительностью рок-метал концептов и фестиваля, что нет никакой агрессии и нету хлопников, которые сухо вокруг все отцепляют. Еще двух-три лазают и даем. Ну да, как бы в этом отличие, что люди расслабляются, отдыхают как хотят, слушают ту музыку, которая им нравится, одеваются как хотят, делают что угодно. А как бы в России всем есть дело до всего. И как бы вот эта вот политика реальных пацанов, она уже как бы на пике государственной политики. Потому что они понимают свою безнаказанность и это получается ГОП-политика, определенная субкультура российской действительности. Вы думаете, ГОПы это не субкультура, это субкультура с властью в Кремле. В этом плане. Потому что если бы это было по-другому, мы бы видели немножко другую картину, а не позиционирование какого-то ГОПовского стиля жизни. Народу полно, дядьки мощные. Ну что, интересно, а в Балтиморе марихуана разрешена уже, да, по-моему? Можно ее иметь, официально продавать ее покупать нельзя. Но если ты, допустим, вырастил и с ней куда-то идешь, никто не имеет права с собой ничего сделать. Ну, то есть получается, но почему-то нет запаха марихуаны. Это очень-очень странно. Да, ну как-то да, в основном пахнет сигаретами и сигарами. Для свободы вот этого не должно быть в Виталии. Ну да, да. Ну мы пытаемся вам передать атмосферу. Атмосферу Балтимора все-таки это столица. Деф-метала, блэк-метала. Мои любимые группы это Rock'n'Kris, греческая, правильно я произношу? Arch Enemy, потом, значит, Октоба Тайб, тоже очень интересная группа. Сейчас у Крематори вышел новый альбом, это просто класс. Это как раз моя любимая тяжелая группа. Деф-метала невероятная просто. Я бы сказал, что это апофеоз всего металла вообще. Да, то есть послушайте последний альбом Крематори. Ну, в общем, все, друзья. Сейчас они начнут уже выступать. Мне такая музыка помогает заниматься в спортзале, помогает поднимать энергию, поднимать задницу, куда-то идти, шевелиться. А запах все-таки дунул. А, все-таки кто-то расслабляется под марихуану. В общем, и я как бы даже, я не против попсы, но как бы я не совсем этого понимаю. Это нечто. Как бы не мое. Хотя, конечно, смотришь на тех, кто любит вот такую музыку, конечно, богатых людей не видно. Никто не приедет слушать black metal на какой-нибудь ламборджини или в чем-то. Хотя, с другой стороны, откуда мы знаем, где они живут и на чем действительно ездят. Если бы я был с каким-то сверхбогатым и хотел бы прийти на этот фестиваль, я бы где-то наделся бы, соответственно. Ну, наверное, ну как-то большинство все-таки это не те люди, которые с баблом и расслабляются в крутых каких-то ресторанах, барах и так далее. Это все-таки музыка протеста, а не релакса. В общем, все, друзья. На этом давайте мы закроем нашу трансляцию. Сейчас будет выступать группа Сатан. Сатана, так скажем. Мы послушаем, расслабимся за вас. Вам всем привет и до свидания с классного города Балтимора. Всем пока. Вот сюда. Вот и началось, друзья. Представление темных сил начинается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА This is a song about the brutalizing effects of the bubonic plague, and it's called Quippling Velocity. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok